Первым встречал гостей и участников мероприятия, посвященного юбилею вооруженных сил Беларуси, подполковник Николай Тикунов. Хранитель военно-исторической выставки «Стражи границ» и потомственный военный Николай Васильевич терпеливо рассказывал студентам о каждом из экспонатов. А их в коллекции, которую начал собирать сын Алексей, порядка пяти сотен. Здесь часть многолетней семейной истории, в которой 13 боевых офицеров и 330 лет общей выслуги. Когда рассказываешь им и показываешь предметы, и конкретно на предмете говоришь, какую он пользу принес для солдата и так далее. Вот это очень интересует. И всегда я вижу горящие глаза, такой интерес, столько вопросов задается. Интересно. И я, так сказать, уже после увольнения, можно сказать, нашел себя, обрел вторую молодость, встречаясь с этими. И я думаю, что приносит пользу. История вооруженных сил Беларуси неразрывно связана с историей страны. Вспоминали и образование Беларусской Республики, и годы становления Красной Армии. Особая страница – лихолетие военного времени. Отдавали дань уважения участникам войны. Несмотря на возраст, они стараются быть в гуще событий и занимают активную жизненную позицию. Юбилейные награды – сто лет вооруженных сил Республики Беларусь – вручены семи ветеранам. 35 лет. Много или мало. Но Родине отдано все без остатка. Было все. И хорошее, и плохое. Но Родина всегда была первой. Задача нынешних военных – повысить престиж службы в глазах молодых людей. Поэтому так важно передать не только накопленный опыт старшего поколения, но и само трепетное отношение к своему отечеству и воинскому долгу тем, кому еще предстоит служить. В клубе «Диалог» это понимают и собирают под одной крышей представителей трех поколений, потому что знают – безопасность в надежных руках. Ко дню столетия вооруженных сил и пограничной службы провели такое мероприятие – безопасность страны в надежных руках. И мы уверены, что действительно это так. Потому что наша славная армия, дееспособная, проходит различные учения на современном этапе. Мы готовим молодежь к армии, мы готовим подрастающие поколения духовно, чтобы они были готовы. И это очень важно. Сегодня три поколения в одном зале. Завтра плечом к плечу в одном строю. Потому что есть такая профессия – родину защищать.